добрый день любители радиоуправляемых моделей сегодня в наших советах моделистов мы поговорим о том как настроить модель типа летающее крыло на аппаратуру фрескай таранис ну и вообще на любые аппаратуры с прошивками open tx и er9x эту настройку мы снимаем по просьбам наших подписчиков но для тех кто настраивает подобные модели на передатчик флескай 6 у нас есть видео по настройке нашего маленького летающего крылышка с размахом 60 сантиметров в принципе разницы никакой нет что крыло 85 сантиметров что 60 что метр двадцать и полтора метра крыло которое у нас в планах постройки в рамках этой серии тоже есть все они будут настраиваться абсолютно одинаково если кто-то хочет посмотреть как настраивалась наша маленькая крылышко можете пройти по ссылке в подсказках и посмотреть но мы переходим к настройке крыла на пульта фрескай таранис так включаем передатчик и выбираем новый пустой слот для нашей будущей модели не модели уже много создаем свежую модель если у вас передатчик относительно свежего выпуска то скорее всего у вас будет вот подобный мастер настройки выбираем тип модели летающие крыло и по подсказкам настраиваем нашу модель в данном случае передатчик нас спрашивает если у модели двигатель да он есть канал 3 при необходимости можно выбрать есть мотор нет мотора и или назначить другой канал если вы используете другие каналы можно менять выбрать практически любой канал чем и хороши эти прошивки что они позволяют настраивать модель абсолютно так как вам захочется переходим на следующий экран и видим расположение сером машинок на приемнике какой канал за какой ливон отвечает в принципе стандартная настройка для летающего крыла она ничем не отличается от того что сделаны у нас переходим дальше если рубер нашей модели нет у нас его нету так что проходим дальше и получаем раскладку газ третий канал и первый второй канал и элевоны если хотим подтвердить сделанную настройку и зажимаем enter наша модель будет уже первоначально настроена но для тех у кого передатчики старой серии у кого стоит например штатная ферскаевская прошивка кто еще не не перепрошивался на опыт и x ну или кто использует например тут уже турниджи 9x с аналогичной прошивкой у тех мастера настройки нет им нужно все микшеры забивать вручную вот сейчас этим и займемся переходим на экран настройки модели здесь мы можем задать имя нашей модели чтобы переключиться на заглавные буквы enter зажимаем длительно наберем пускай вот у нас абстрактное крыло выходим из настройки название можем задать изображение модели также если у нас есть подходящие картинки по моему вот это как раз должно быть летающий крылышко таймеры при необходимости тоже можете настроить сперва устанавливаем триггер включения таймера можно сделать что он постоянно будет отсчитывать можно сделать что он будет например срабатывать при движении стика газа и также можно сделать что будет скорость отсчета зависеть от процента газа я обычно ставлю просто время при газе больше нуля таймер запускается газ сбросил до нуля выключил двигатель таймер останавливается и задаем время минутах и секундах можно несколько часов задать но думаю что модели редко летают больше чем несколько минут для начала скажем пусть будет пять минут далее можно задать название для этого таймера вообще тут три таймера поддерживается можно и каждый как каждому из них присвоить свое имя персистент это отсчитывать в обратном порядке то есть это именно таймер будет или отсчитывать вперед как как секундомер если отключен это режим то работает именно классический таймер то есть от пяти минут и будет считать назад до нуля минутка минут колл это звуковой сигнал при истечении очередной минуты давайте его установим обратный отсчет можно установить бипы последние десять секунд год пульт пищать можно поставить войс скажем эту тогда будет проговаривать голосом при наличии естественно правильно заполненные sd карты да и на свежих прошивках также можно установить время в течение которого будет идти обратный отсчет таймер 2 и таймер 3 аналогично расширенные лимиты можете установить иногда помогает при саптрим саптримирование модели расширенные триммеры по необходимости если у вас модель кривоватая то тоже можете поставить отображать триммеры на экране смотрите сами можете включить можете не включать все равно смотреть на экран во время полета вы вряд ли будете шаг триммирование по умолчанию стоит файн можно поставить например либо экстра файн то есть минимальный шаг будет либо наоборот медиум курс это более большой шаг на один щелчок триммера рули будут отклоняться на большее на большее значение я предпочитаю ставить медиум реверс газа ну тоже по желанию кто-то может быть и любит когда при стике газа до упора вверх у вас двигатель выключен думаю что для большинства моделей это не требуется источник газа стик газа собственно троттл стоит по умолчанию тут менять ничего не требуется вообще здесь пожалуй больше нам ничего не потребуется чек-лист можно включить или отключить проверки предполетные чтобы все тумблеры были установлены в нейтральное положение состояние газа проверялась или нет это тоже смотрите уже по вашему желанию я здесь оставляю сейчас предупреждение только по газу а вот тумблеры на этом крыле у нас задействованы не будут поэтому просто и их отключаю все со всех тумблеров положению убраны теперь при щелчках тумблеров предупреждение не будет например при включении передатчика если тумблер стоит не в нулевом положении полностью от себя по умолчанию идет предупреждение проверь тумблеры мне сейчас они не требуются потому что я их задействовать не собираюсь все эти проверки все эти заморочки не могут в полете например случайно задел выключатель питания и нужно очень быстро включить передатчик чтобы модель не успела упасть и пока найдешь какой тумблер надо перещелкнуть модель уже падает чтобы этого не было лишнее предупреждение лучше убрать позиции потенциометров и слайдеров тоже можно сделать чтобы пульт подавал сигналы когда потенциометр и слайдер находятся в центре центр центральные бипы на стики и на потенциометры тоже можно настроить глобальные функции по умолчанию включены но и используете вы их или нет это уже на ваше усмотрение и здесь же настраивается режим работы встроенного в че модули так как на нашем крыле стоит приемник серии в 8 то нам нужно будет режим модуль из изменить по умолчанию стоит 16 и ставим d8 вот как видите и крыло уже сразу отреагировала запускается двигатель начинает шевелиться рули и собственно на этом экране у нас практически все настройки сделаны можно задать диапазон каналов по умолчанию 8 для этого режима можно уменьшить немножко уменьшится задержка но опять же для этой модели она не критично здесь же можем перевести передатчик в режим бинда если бы приемник не был привязан то зажимаем кнопку бинт и привязываем приемник здесь отдельной кнопки для привязки нет и range тест снижается мощность передатчика примерно в 30 раз и соответственно можно проверять какая дальность получается при пониженной мощности при максимальной мощности этого будет 50-70 раз дальше можно подключить внешний модуль если у вас на модели установлен сторонний приемник и режим трей тренер и либо мастер то есть этот пульт у нас используется как тренерский либо slave тогда передатчик будет отдавать на тренерский порт ппм сигнал идем дальше полетные режимы здесь применять не будем на вкладке inputs нам нужно будет сейчас настроить при желании двойные расходы я настрою пока только экспоненты для элеронов и руля высоты заходим длительным нажатием enter в редактирование и вот здесь можете установить значение веса то есть насколько эффективно будут отклоняться рули в зависимости от отклонения ручек offset смещения но это что-то вроде саптримера правда это именно смещение исходного сигнала у них собственно экспонента в отличие от флэйскаев здесь экспонента устанавливается положительная для такого же эффекта как и на флэйскаев отрицательные экспоненты дает то есть при небольших отклонениях ручки получаем меньшее отклонение рулей для каких полетных режимов это будет задействована настройка и свеч здесь можете назначить любой из переключателей если делаете например двойные и тройные расходы то при активации тумблера вы сможете также сделать отдельные настройки расходов отдельные настройки экспоненты для любого из доступных режимов для двух или трех мне сейчас это не требуется я двойные расходы здесь использовать не собираюсь выходим и как видите появляется надпись что установлены экспоненты 50 элеватор то же самое выходим из этого меню и идем на следующий экран это основной экран настройки аппаратуры на прошивках opentx и er9x микшеры это основной инструмент работы с этой аппаратурой по умолчанию создается модель для классической четырехканальной модели самолета то есть на первом канале элероны на втором руль высоты третий газ четвертый руль направления если бы мы настраивали через мастер тут тут были бы уже соответствующие микшеры которые вы бы задали при выборе конфигурации своей модели ну нам сейчас четвертого канала микшер руля направлений нужно убрать так как его у нас нет можно конечно и оставить ничем он не мешает и не помогает просто для красоты и настройки его сейчас убираем и и теперь на первый и второй канал и нам нужно добавить по еще одному микшеру первый канал это у нас получается правый элевон при отклонении стика вправо он пошел вверх но тут все верно так так и должно быть значит по элеронам ничего менять не требуется ну нужно добавить реакцию на стик руля высоты добавляем после текущего микшера еще один можно задать название микшера но если их много то это полезно для двух-трех микшеров смысла особого не вижу source это источник выбираем здесь элеватор руль высоты и вес микшера то есть это степень реакции на отклонение стика для руля высоты на летающем крыле лучше немножечко расходы убавить поставлю 60 процентов а на элеронах пускай остается сто процентов offset это тоже смещение конкретно для этого микшера доступны и триммирование кривые можно задать которые тоже будут работать только конкретно к этому микшеру в каких режимах он будет работать каким дублером активироваться и так далее но нам сейчас кроме расходов и источника сигнала ничего не требуется больше выходим из настройки микшера и проверяем правый элевон у нас сейчас должен работать в том числе и как руль высоты двигаю ручку на себя как видите элевон пошел вниз вместо того чтобы подниматься это значит что снова нужно зайти в настройку микшера и поменять вес на отрицательное значение одновременно зажимаем кнопки плюс минус и вот как видите значение сменилось на отрицательное тоже очень удобная функция в отличие от тех же флайскаев где приходится просто проматывать все значения пока не получим нужную цифру теперь при отклонение ручки на себя и он пошел вверх все нормально с левым или воном тоже нужно будет настроить расходы настроить вес микшера также поставим 60 процентов обязательно смотрите чтобы значение в микшерах были одинаковые иначе рули будут отклоняться на разные углы вот сейчас как видите работают симметрично и добавляем сюда также микшер для элерона вставить можно перед можно после микшер элерон вес сто процентов проверяем роль высоты работает элероны тоже работают и отрабатывают кстати в нужном направлении все выходим из настройки микшеров и по сути дела летающее крыло у нас настроено если необходимо подрегулировать нейтральное положение рулей то на вкладке outputs можно это сделать здесь можно задать центральную точку центр по умолчанию 1500 микросекунд можно задать для какого-то канала кривую и сменить направление отработки то есть сделать реверс то есть скажем первый канал я могу поменять и он вот у нас отклоняться в другом направлении ну и конечные точки у меня сейчас показываются в микросекундах ну это уже в зависимости от того как какие были выбраны опции при прошивке можно поставить микросекунды можно поставить обычные проценты и с сап триммер он находится также на этой вкладке здесь можете задать смещение для вашего конкретного канала причем причем в конце есть проверяем проверяем и как видите вот добавились какие-то значения в саптримеры мне сейчас конечно нужно вернуть все в нейтраль и снова переносим в саптримеры уже перерулил какие-то небольшие отклонения все-таки есть вот такие небольшие изменения уже убираются только вручную все выходим из настройки наше крыло полностью настроенное и готово к запуску еще раз проверяем отклонение рулей на эллироны тоже реагирует нормально и газ как видите таймер пошел сброшу чтобы было пять минут у нас мотор запускается таймер тоже пошел останавливаем мотор останавливается таймер то есть сейчас передатчик предупредит при окончании времени таймера что пора заходить на посадку например что время уже вышло аккумулятор близок к разряду и пора приземляться вот таким образом проводится ручная настройка модели типа летающее крыло на передатчиках с прошивкой open tx конечно у кого стоит мастер настройки им проще пройти несколько этапов ответить на несколько вопросов и получить практически готовую настройку потом остается пробежаться по триммерам по расходам заменитить приемник ну и сделать какие-то дополнительные настройки вроде названия моделей выбора картинки микшеры направление отработки рулей все это будет уже задано при такой первоначальной настройке через мастер это намного быстрее намного проще интуитивно понятно кто боится вот этих передатчиков за их якобы сложность настройки ничего страшного в этом нет ничего нет сложного и невозможного тем более вот такая простая довольно таки удобная функция начиная с прошивки 2.0 уже несколько лет как существует я имею ввиду мастер настройки модели надеюсь я на вопрос по настройке летающего крыла на такой передатчике ответил достаточно подробно если вдруг у вас остались какие-то проблемы какие-то непонятности по настройке летающего крыла или других моделей в том числе и на передатчик таранис пишите об этом в комментариях мы стараемся отвечать на все вопросы ну а наше сегодняшнее видео подходит концу если вам нравится наш канал не забываем поставить лайки подписаться на канал кто еще не успел это сделать и ждите наших следующих видео до новых встреч до свидания до встречи играем по-взрослому подписаться на канал с до новых встреч